Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги пророка Исаии. Читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Глава короткая, немножко загадочная. В третьей главе много было сказано про женщин. И про женщин было сказано довольно плохо. Но вряд ли Исаия был таким женоненавистником, таким мужским шовинистом, как это сегодня называют. Скорее смысл там другой. Мы об этом говорили, что существует некоторая идеальная пирамида ценностей. И там Иерусалим и Иудеи — это священный центр всего мира. Но и, соответственно, в общественном управлении мужчины выше женщины в те патриархальные времена. Но сейчас Иерусалим и Иудеи, они, наоборот, внизу этой системы ценностей, они языческие, развращенные, несправедливые и правят там женщины. То есть все наоборот. Ну и вот он говорит, женщины, эти вот богатые дамы, которые привыкли к роскоши, их потащат на веревке в плен. А что же сами женщины? Вот четвертая глава дает какой-то ответ. В тот день ухватится семь женщин за одного мужчину и скажут, сами себя пропитаем, собственной одеждой обойдемся. Лишь позволь нам носить твое имя, избавь нас от позора. Смысл довольно понятен. Ситуация полного разорения. К тому же мужчины погибли от меча, то есть мужчин мало. И семь женщин говорят, возьми нас, жены, но нам даже ничего от тебя не нужно. Просто чтобы мы назывались твоими женами, иначе мы опозорены. Вот чтобы каким-то образом нам не быть этими одинокими вдовами или там, я не знаю, беженками, какими-то пленницами, которых куда-то тащат. Давай ты будешь нашим номинальным мужем, нам даже от тебя вообще ничего не надо. И вот смотрите, это же шаг к восстановлению иерархии, которая тогда понималась правильной. То есть если в третьей главе он очень резко критикует то, что женщины правят мужчинами, теперь он говорит, они перестанут это делать. Они придут и скажут, мужчина, правь мной, хотя бы вот даже ничего не делай для меня, лишь бы мне вот не быть опозоренной одиночкой. Ну, патриархальное общество, извините, что я могу поделать. Не вычитаешь тут никакого феминизма. Ровно наоборот. И вдруг совершенно резкая смена темы. Но она здесь очень уместна, да, то есть начинает доходить, что нужно как-то измениться. Явится в тот день росток Господень во всей красе и почете, и плоды земли в величии и славе для всех, кто в Израиле уцелеет. Что значит росток Господень? Ну, во-первых, понятно, то есть снова начнет все произрастать, урожай будет, все будет хорошо, будет чем прокормиться. Там же все время говорится, что вот угроза голода, да. А во-вторых, конечно, росток Господень – это такое образное выражение, которое означает потомка царя Давида, законного наследника, собственно, мессианский титул, да. Вот тогда придет мессия, можно так понять, вот тогда будет хороший урожай, будет что поесть. Тогда придет мессия. Ну, это образный поэтический пророческий текст. Для всех, кто в Израиле уцелеет, да, вот это постоянная тема, остатка. Тогда оставшиеся на Сионе, то есть, собственно, Иерусалим, «Сохранившиеся в Иерусалиме будут именоваться святыми, все, кто записан среди живущих в Иерусалиме». Что значит святые? Не в смысле канонизации какой-то, как современное использование этого слова выглядит, но святые, то есть Господни. Святой сосуд, тот сосуд, который в храме только для богослужения. А святой человек тот, который Господень. Значит, людям нужно просто вернуться к нормальному порядку вещей, к естественному исходному порядку вещей, и тогда все будет хорошо. Не просто хорошо, все будет прекрасно. «Господь омоет скверну дочерей Сиона, от крови Иерусалим очистит». Здесь, конечно, такой образ менструальной крови, но кровь, скорее всего, и символ насилия. То, что творилось сейчас, это грязно, как нечто такое запачканное менструальной кровью, и одновременно, как что-то залитое кровью убийцы, да, вот во время убийства. И Господь все это очистит. Духом справедливости, палящим духом. «Сотворит Господь над местностью Сиона, над всеми, кто там собрался, облако, что стоять будет днем, дым и пламя, что светить будет ночью, покров для всего, что во славе, шатер, тень от дневного зноя, защита и убежище от дождей и ненастья». Это образы, конечно, из книги «Исход», где столб огненной и облачной, огненной ночью, облачной днем сопровождал израильтян во время их перехода через пустыню. И вот здесь Господь снова в этом каком-то очень простом и зримом облике явится с израильтянами, более того, укроет их днем от солнца палящего, да, ночью или там в непогоду от дождя и стужи. И вот такой образ, ну, даже очень, может быть, физически примитивный, да, вот Господь как зонтик такой, да, то от солнца, то от жары, то наоборот от дождя и ненастья. Интересный образ, вот что-то такое прям необычное, но мелочей нет. То есть Господь, который начинает в первой главе, я воспитал сыновей, они забыли меня, вот какой отец или какая мать своего ребенка не укроет, не позаботится о том, чтобы у него все было, чтобы там покушать, одеться, спрятаться от дождя. Вот и Господь будет точно так же. Всего-то надо к нему обратиться. В пятой главе появляется неожиданно другая тема, но вот Исаия пытается достучаться разными способами до своей аудитории.